Здравствуйте! С полезными советами вновь Марина Рыкалина и Виталий Декабрёв. Совсем не важно, что за окном. Холод, сугробый и холодный ветер. Мы движемся навстречу весне, а это значит, время работает на нас. Хлопот только прибавляется, нам нужно ухаживать за рассадой, дружные всходы, которые мы получили на прошлой неделе. Присоединяйтесь, как всегда, будем работать вместе. Баклажаны мы сеяли 9 февраля, и уже сегодня можно оценить наши результаты. И мне кажется, он у нас с тобой неплохой, потому что мы получили довольно дружные всходы. Субстрат в торфяных таблетках очень бедный, поэтому сегодня займемся подкормкой. Добавляем в тёплую воду настой концентрированного пиагумуса. Далее порцию гуминового калийного мягкого удобрения. И наш любимый препарат на основе водорослей – хлорелла. Вот такой у нас получился питательный коктейль. Нас часто спрашивают многие дачники, зачем рассаде калий? Ведь на них ещё нет плодов. Ну, действительно, рассаде на ранней стадии развития, чтобы получить вот эту большую зелёно-вегетативную массу, нужен больше всего азот. Но вот именно калий участвует в преобразовании азота в аминокислоты. Если растениям не будет хватать калия, то в клетках начнёт накапливаться токсичный аммиачный азот. И ваши растения попросту, листочки, начнут умирать от обезвоживания. Поэтому обязательно делайте подкормки правильно. Мы обеспечили нашим растениям запас питания. Теперь мы должны позаботиться о том, чтобы растения это питание хорошо усвоили. Сейчас речь пойдёт о наших любимых микробиологических препаратах на основе азотофиксирующих и фосфор-калиймобилизирующих бактерий, из которых мы готовим рабочий раствор. По одному колпачку на 2 литра воды из каждой волшебной баночки. Этот раствор нужно использовать сразу, он не хранится. Вот небольшое количество рабочего раствора вносим шприцем в зону корней. Препарат экономичный, то есть не нужно им проливать, чтобы прям болото стояло, совсем чуть-чуть. Теперь эти бактерии фосфор и калий мобилизируют в удобоваримую форму для растений, а азот они уловят из воздуха, и это будет дополнительная порция азота. А самое главное, что теперь нам не нужно волноваться, какой у нас по составу там субстрат. Да, что-то не так у нас с почвой. В любом случае, питание теперь растения будут усваивать хорошо. Баклажаны наши сытые и здоровые. Удобрения азотовид и фосфатовид для экологически чистого земледелия. Возьмите минеральное питание у природы. Спрашивайте в магазинах вашего города. Невозможно не заметить, какой ажиотаж создает прекрасная половина человечества рядом с полками семян цветов. Видимо, соскучились по ярким краскам и готовы скупить весь сортимент. Знаешь, а я тебе отвечу строчками из произведения сады, которые написал Жак Делиль. Марина, чтобы притворить в жизнь твой романтический настрой, нужно посеять очень много рассады. Я прогулялась по магазинам и собрала целую коллекцию антиренумов. Ну, пусть вас не пугает это название, потому что это всем известный львиный зев. Львиный зев знаком нам с детства, но вот эта коллекция, которую ты приобрела, меня восхищает совершенно необычными расцветками. Селекционеры не сидят на месте. У меня в руках сорт называется Брайтон Рок. Для львиного зева здесь высота просто нереальная – 45 сантиметров. Если я покажу тебе вот этот пакетик с семенами, посмотри, ты никогда не догадаешься, что это львиный зев. Я бы сразу не понял. Впервые вот такой махровый сорт – это гибрид. Гибрид, да. Гибрид. Его впервые можно вырастить из семян. Этот гибрид называется твини-пич. А вы видели когда-нибудь ампельный львиный зев? Вот он, этот гибрид, который называется олэмпион. Для посадки львиного зева мы будем использовать вот такие контейнеры, парнички на шесть ячеек. На дно насыпаем дренаж и присыпаем небольшим слоем песка. У нас получилась подушка, которая хорошо пропускает влагу. Для посева мы уже воспользуемся нашим проверенным, готовым натуральным биологическим грунтом. В нем есть все необходимое. Это торф компостированный, уникальная добавка диатомит разрыхляющая и плюс полезная микрофлора. Слегка утрамбовываем грунт. И хорошо проливаем. Даем воде впитаться и приступаем к посевам. Семена очень мелкие, равномерно распределяем их по поверхности. А вот в этом пакетике семян очень много, поэтому прям 7 густа. Потому что это не гибрид. Вот здесь семена, посмотри, дрожжированные. Производители позаботились. Всего 5 семечек. А я пока подпишу название. Сверху семена львиного зева нужно присыпать очень тонким слоем рыхлого грунта. Буквально 1-2 миллиметра. Еще раз увлажним из пульверизатора. Накрываем крышкой и отправляем в самое теплое место. Препараты «Биокомплекс» можно заказать в интернет-магазине bio-defis-complex.rf Семена томатов к новому сезону выбираем вместе с Александром Леонидовичем Самсоновым. Здравствуйте! Сегодня я буду говорить о самых вкусных томатах. Какой самый вкусный? Это, я считаю, черри, оранжевый, мэтью. Ну, конечно, есть конкурент крупный, биг оранж. А если вам очень невысокий надо, это черри лиза. В этом году я буду выращивать ашкелон, потому что у него интересный вкус, который нет ни у одного томата. Многие дачники в этом году будут выращивать томат «Пинг Самсон». Он наша супермодель этого сезона. Он и дешевле, чем другие. Он устойчив к растрескиванию, он вкусный. У него нет вершинки, и он невысокий. Некоторые считают, лучшим является синкара розовый томат. А люди, которые все перепробовали, конечно, удивятся вкусу томимара муча, и трудно будет найти по вкусу другой розовый томат. «Пинг Бол» удивлял всем своей неприхотливостью. «Кана-218» розовый томат, то, что он раньше других получается. А «Панда Роза» удивлял всех тем, что даже устойчив к серой гнили. Теперь красные. Какие самые вкусные, с тонкой кожицей. Это «Эйджин», «Женарос». Некоторые любят президента, но он более такой мягкий. Тепличникам не надо. Именно кто хочет нежненький томат. А вот люди, которые привозят к нам из Азербайджана томат, по самым высоким ценам продают. Это томат «Рали». Есть томат «Кахава», это красный, типа томата «Самара», который снят с производства. Есть томат «Аксиома», он очень вкусный. Он красивый внутри. У него нет никогда белых порожилок, даже когда будет очень мало воды. «Имитатор» – один из лучших российских перцевидных томатов. Не надо забывать томат «Кострома». Хотя его сделали 20 лет назад, даже больше. А он все равно вкусный. Перцевидный томат, прекрасный. Это «Корлеона». Сверху красный, а внутри розовый. «Романа» – томат. Он интересен, в отличие от предыдущего, тем, что у него очень высокое содержание ликопина. «Гилгал» – он тоже крупный, плотный. Красный, а внутри розовый. Есть невысокие, очень вкусные томаты, такие как «Санрайз», «Шейди Леди», плюс транспортабельный «Флорида». Любимый томат моей тёщи. Ну и «Бычье сердце розовое» – это сорт. Вообще сорта в этом году – год солнца. Я вам не советую сажать. Почему? Потому что будет обжигание очень сильное солнцем, и нужно, чтобы современные гибриды были у вас. И обязательно, даже если вы выращиваете в теплице, внутри должен быть нетканный материал. Желаю вам большого и надёжного урожая. Если какие-то 2-3 из этого ассортимента вы посеете в этом году, вы будете не просто кушать, а получать от этого удовлетворение. До свидания. До новых встреч на скате. Семка Самара приглашает в фирменные магазины за дачными товарами. Семена, грунты и удобрения. Оптовая торговля – 9500-900. Изготовление вагончиков для дачи и стройки. Телефон 271-0920. Компания «Продметалл». Мы продолжаем тему декоративных растений и хотим познакомить вас с бакопой. Бакопа – это малораспространённое ампельное растение, которое образует сплошной цветущий шар. Преимущество бакопы в том, что у неё не нужно удалять цветки после цветения. Она способна самоочищаться. И растение не теряет своей декоративности во время затяжных дождей. Бакопа – растение многолетнее. Осенью кашпо можно забрать домой и держать при температуре 10-14 градусов. Если в дальнейшем вы хотите развести её самостоятельно, то уже в феврале можно начать укоренение черенков. Бакопу будем сеять точно так же, как и петуни. В заранее обеззараженные таблетки слегка вдавливаем дрожжированные семена. Семена бакопы очень мелкие. Они заключены в мультидраже. Вот каждое драже содержит 5-7 семян. Вот именно так в дальнейшем мы их будем пикировать пучками, чтобы растение пышно цвело. Парник накрываем крышкой и ставим в самое тёплое место. А далее наша традиционная рубрика «Выбираем семена». Ещё раз вам напоминаем, что уже на днях мы будем сеять томаты для выращивания в теплице. И сегодня мы подобрали коллекцию эксклюзивных гибридов. В основном это ранние экземпляры. Начнём знакомство с томатом, который называется «Соломон». Красивое название. Ранний спелый гибрид. Это растение детерминатное, высотой 80-100 сантиметров. Те, кто любит плоды сердцевидной формы, этот томат вам обязательно приглянётся. И этот гибрид очень устойчив к растрескиванию и ко всевозможным болезням. Подходит он как для цельноплодного консервирования, так и употребления в свежем виде. А вот какой вес томата «Соломон»? 150-200 грамм. То есть средний хороший томат. Вот у меня практически такой же томат. Гибрид называется «Староста». Он также детерминатный, но он кистевого типа. В кисти будет 5-6 томатов весом около 160-180 грамм. То есть такой стандартный. Но самое главное, что гибрид характеризуется высокой пластичностью и стабильностью в любых условиях выращивания. Соответственно, можно рассчитывать на хороший урожай в теплице. В нашей с тобой линейке затесался сорт, который называется «Егорушка». И он среднеспелый. То есть где-то на 10 дней позже томаты этого сорта начнут созревать. Растение детерминатное и самое главное, что слабо облиственное. Плоды ровные, где-то приблизительно 100 граммов, поэтому отлично подойдут для консервации. Но мне кажется, вот этот гибрид тетю Валя, да, он еще лучше подойдет для консервации. Посмотри, какие плоды. Яйцевидные плоды вообще, мне кажется, любят все без исключения. Томат абсолютно невысокий. Он будет всего лишь 60-80 сантиметров. Плоды у него красные, а их вес, представляешь, 50-70 грамм. Как раз для баночек. Но самое главное, что они вкусные и ароматные. Давай перейдем к разлоплотным томатам. Все их любят. У меня гибрид «Айвенга». Растение детерминатное, с ограниченным ростом. Больше метра этот гибрид не вырастает. Что характерно, плоды у него очень крупные, до 300 граммов. А мне приглянулся гибрид, посмотри, который называется «Сорванец». Очень красивый. Если твой очень крупный томат, то вот эти томаты розовые, у них кисть, и там может быть до 15 розовых вот таких плодов с носиком. Этот гибрид мы не сажали. Обязательно. Давай попробуем вырастить. Вес отдельного томата будет 30-40 грамм. И, кстати, они хорошо лежат. То есть получается, это томат черри? Да, только в два раза красивее. И форма очень интересная, сердцевидная. Выбирайте эксклюзивные сорта и получайте королевские урожаи. Попробуйте эксклюзивные сорта овощей от компании Евросемена, среди которых много новинок. Эти семена высокого качества с отличной схожестью. Разработаны специально для личного хозяйства. Спрашивайте Евросемена в магазинах вашего города. Хочу тебе показать еще одно декоративное растение, которое меня заинтересовало. Это многолетняя гвоздика. Она генетически низкорослая, всего 25 сантиметров, и она желтого цвета. Можно в итоге высадить ее на горку. Я очень люблю гвоздики. И, кстати, конец февраля – самое удачное время для посева всевозможных гвоздик. Для этого мы будем использовать вот такие небольшие кашпо. На дно также насыпаем небольшой слой дренажа и заполняем ящик питательным грунтом, но уже другого самарского производителя. Как Рьяна ты принялся за работу, в этом грунте все компоненты натуральные. Здесь также торф, биогумус. Я думаю, биогумус – все-таки производитель наш, основной биогумус здесь не пожалел. Здесь разрыхлители и также есть биологический фунгицид. То есть этот грунт предварительно не нужно обеззараживать. Наконец-то случилось чудо. Уплотняем и проливаем. В пакетике всего оказалось 5 семян, поэтому будем работать аккуратно и осторожно. Раскладываем по поверхности и присыпаем с таким расчетом, чтобы семена оказались на глубине 3 мм. Сверху также из опрыскивателя увлажняем. При выращивании гвоздик нельзя допускать, чтобы земляной ком у нас пересыхал, поэтому ставим стаканчики в полиэтиленовые пакеты. И делаем отверстие для воздуха отмена. Новинка от ИП Ткаченко – универсальный готовый питательный эко-грунт. Спрашивайте в магазинах вашего города. Предлагаем вам окунуться в мир прекрасного и заняться планировкой своего участка. Речь пойдет о сооружении водоема. Глубоко в нашем подсознании укоренено желание жить возле воды. Вода вносит в сад особую атмосферу, спокойствие и умиротворение. Если вам не посчастливилось приобрести участок возле естественного водоема, то вполне возможно соорудить его самостоятельно. Наверняка многим бы хотелось, чтобы сад был не просто красивым, но и стильным. Водоем в регулярном стиле подойдет для хозяев, которые любят порядок и стабильность. Регулярность подразумевает правильные и четкие линии, структурность и упорядоченность. Водоемы в таких садах имеют геометрическую форму. Подчеркнуть правильность линий и усилить эффект поможет прямоугольная приподнятая клумба, в которую каждый год можно высаживать различные яркие летники. Для озеленения берега таких водоемов более всего подходят растения, которые стабильно декоративны в течение всего сезона. Хосты, бадан, хвойные породы, ирисы. Полная противоположность пейзажные водоемы, которые напоминают естественные. Такой тип оформления подойдет натурам мечтательным и романтичным. Через водоем перекинут мостик в деревенском стиле. Его берега поросли купальницей. В таком озере можно собрать целую коллекцию прекрасных водных лилий, которые со временем образуют настоящие заросли. Рядом с таким водоемом можно устроить альпинарий. Для посадки выбирайте низкорослые многолетние растения, которые образуют большие куртины. Старайтесь подобрать растения с таким расчетом, чтобы цветение было непрерывным с ранней весны до поздней осени. На сегодня это все. Как всегда, вместе с вами работали Марина Рыкалина и Виталий Декабрев. Добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте, которая называется так же, как и наша программа Дачные сезоны. Если вы смотрите нас в интернете, то заходите на наш канал в Ютьюбе. И еще хорошая новость. Теперь нас можно увидеть на канале СКАД24 ежедневно. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok